Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня мы найдем секретную вещь. Ну что, я сейчас нахожусь в Винтерхолд. Вот коллегия Винтерхолда, Винтерхолд. И нам нужно взять кое-какой квест. За этот секрет мне давно ребята писали, просто писали много ребят. Так что спасибо вам огромное. Вау. Ну что ж, нам нужно вот сюда, в эту локацию. И здесь наша Бирна. Да ладно. Да, действительно, какие-то глаза стрёмные. Ну, ладненько. Идёт. Явно. Если за что-то можно выручить хоть септим, я его продаю. Пару раз я была на грани разорения, пару раз сильно обжигалась. Но в целом, пока держусь на плаву. Молодец. Ты говорила о неудачной сделке? Да, сглупила я. Нужно было не вестись на эту историю и ничего не покупать. А теперь я тут торчу с этим бесполезным хламом. А какую историю ты говоришь? Что-то про этот коготь и курган Ингола. Он сказал, что если отнесёшь коготь туда, он на вес золота будет цениться, а то и больше. Вроде надо положить его обратно в чертог Ингола. И я не поняла точно. О чём я думала? Даже если это правда, ноги моей не будет ни в одной древней гробнице. Кто знает, что там может быть? Угу. Я могу разобраться с этим. Мне уже наплевать. Хочешь проверить? Ладно. Пятьдесят золотых. И это станет твоей проблемой. Ммм. Я куплю коготь. Вот, держи. Если эта штука сведёт тебя в могилу, ко мне никаких претензий. Ясно? Но если вдруг окажется, что она на самом деле чего-то стоит, ты мне скажи потом. Ладно? Хитро, а? Коралловый драконий коготь добавлен. Лена. Давайте посмотрим на него. Коралловый драконий коготь. Угу. Угу. Так, ребят. Ну что ж, нам теперь нужно найти этот курган. Самое интересное. Ой, солнце. Что? Этот курган не подсвечивается. Если вы взяли, как бы, этот квест, и где искать этот курган... Блин, я не знаю. И в заданиях его нет. Просто нет, не в разном. Странненько. Ну, он прячется вот здесь. Смотрите. Винхельм. Пост предателя. И я нырну вот сюда. 109 уровень. И давайте-ка я, наверное, обойду этих... А, вот, видите? Вот он подсвечивается на карте. И я включу сложность, наверное, легенду. Потому что это у меня основное прохождение. И я немножечко от квеста войны отошел. И возьму, наверное, крик. На всякий случай. Безжалостная сила. Безжалостная сила. Один из топовых и лучших криков для всех. Как для мага, так для воина. Ну что ж, он где-то здесь. Самое интересное и... Почему-то непонятное, друзья. Оказывается, я ни в одном своем прохождении этот курган не проходил. Серьезно. Серьезно, друзья. Ни в одном прохождении. И когда я о нем узнал... Я такой... О, ёп. Когда-то были скриншоты по этому кургану. Я, честно говоря, удивлялся. Стоп, а что это за локация? Так, кто это? Курган Ингала. Офигеть, друзья. Соль. Ингал и морские призраки. Хмм. Изграмор. Очень-очень интересно. Ха. Изграмор. Так, оказывается, это гробница, где похоронили Ингала, а где-то должен быть его разрушенный корабль. Хм. Ладно. Пойдемте дальше. Курган Ингала. Офигеть. О, факел. Ты мне пригодишься. Если что, можно будет ее взять, поставить. Это в разном он, да? Да, он в разном. Факел. Вот. Так получше. Вау. Ты что, прилип? Это, видно, душа, за которой там говорилось в книге. Ну, ладно. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Ух ты, еще. Приветик. Честно говоря, тут можно без факела. Достаточно светло. Так, стоп. А, куда мне туда или туда? А. Туда уже не пойдешь. Ладно. Вау, эти шарики просто прилипают ко мне. Ага. И тут у нас загадка. Я думаю, рычаг лучше не нажимать. Потому что, судя по всему, этот парень нажал рычаг и умер. Давайте посмотрим, что у него. Вот. Заметки о Кургане. Так. Заходим в книги. Заметки о Кургане Инголя. Тут, по идее, будет подсказка, как открыть эту дверь. Человек на троне, место ему там. Кит в морской пучине, место ему там. Орел в солнечных небесах, место ему там. Змей в зарослях травы, место ему там. То есть, у нас, как бы, подсказка, что человек, место ему там. На троне. Да, да, место ему там. Ладно, пускай. Здесь у нас, судя по всему, вода. И это кит. Ха-ха. Заросли. Это змея. Прикольно. Обычно, знаете, загадки. Где-то есть этот рисунок. А тут именно в книге. Ну, есть еще тоже загадки в книге. И это, это у нас свет. Это орел, друзья. Есть. Вау. Шарики. Прикольные такие. Так. И, по идее, теперь должен... Все. Все сработало. Отправляемся дальше. Хм. Ничего. Заберем драгоценные камушки. А это что? А, это потом закрыться. Не-не-не, шарики, давайте со мной. Вау, посмотрите, сколько я уже собрал. Так, там больше ничего. Вау, какая красота. Да. Противников я вижу здесь нет. Тут только души. О-о-о-о. Обалдеть. Так, тут водичка. Наверное, тут что-то спрятано. Да. Да-да-да-да-да-да. Всегда такие водички нужно осматривать. Драгоценные камушки. Альфийская броня. И я ее брать не буду. Железная дверь. Врата. Еще шарики. Мох можно пособирать. Делают локацию более такой, вы знаете, асферной. Да, перк у меня счастливчик. И почему у меня драгоценные камушки и выпадают очень-очень-очень часто и много. Хотя, честно говоря, я бы перк счастливчик сделал немножечко по-другому. Немножко он мне не нравится. Так. А что у нас здесь? Вау. Только посмотрите. Стальной двуручный меч. Снежные ягоды. Это что-то могила была, видно. Ладно, я заберу его. Так, стоп. Мне туда или туда? Давайте там сейчас проверим. А, это просто. Небольшой тайничок. Сейчас я его взломаю, открою. Давай. Есть. Взлом 72. Бриллиантик, изамрудик, бриллиантик. Неплохо, да? Сколько уже драгоценных камней мне выпало. Если что, посчитайте и напишите в комментариях. Интересно просто. Мух, заберу, заберу, заберу. Простые сапоги. Просто бывают, знаете, на вид сапоги обыкновенные, а они уникальные. О, что это? А, это просто на честь статуи. О, что-то тут много трупов. А, это ловушка. А, у меня перк просто прокачан в скрытности. Так бы меня прихлопнуло, если бы не было перка. Так что имейте в виду. Ух ты. Так. Сундучок. Немножечко драгоценных камней. И вот. Вот что мне нужно. Вау. Вы просто посмотрите, сколько их тут. Жесть. Вот такой вот скриншот я когда-то и видел. Я такой думаю, стоп. Что-то такого не помню. Дайте я сделаю скрин. Только, только... Нет, 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 нет. Ладно, я потом сделаю. Вот так вот. Обалдеть. Давайте посмотрим, как там открыть эту дверь. Нам нужен... Нужна змея, волк и бабочка. Змея, волк и бабочка. Это совпало, а это у нас не совпало. Чуть-чуть. Вот. Теперь все. Открываем. Вау. Сохранюсь на всякий случай. Это как-то давно. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Тень Ингала. Так, стоп, 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 стоп. Кулаки тут не спасут. Жрец? Дракон не жрец? Это тень. Уу. Вау. Воу. Ты маску мне дашь? Ха, нет. 250 и костяная мука. И вот сама тень. Вот это да. Так, ну что ж. Тут, в принципе, песнь Хрормера. Заберу. И вот, друзья, шлем Ингала. Это та самая уникальная вещь, которая мне и нужна была. Вы представляете? Эта вещь уникальная. И она в единственном экземпляре. Так, сейчас я немножечко выйду. Здесь, по-моему, у нас есть проход. Как только мы берем его, сразу открывается дверь. И можно выйти. Вау. Вау, друзья. Это просто вау. Так, дружок, привет. Сейчас посмотрим его характеристики. И, друзья, вон, видите? Вот там, по-моему, это тот самый корабль, на котором он и разбился. Давайте посмотрим. Одежда. Вау. Вот это да. Вот, шлем Ингала. Увеличит сопротивление холода на 30%. Вот это да. Обалдеть. С норской древней броней, я думаю, он очень хорошо зайдет. Ой, что-то я опускаюсь. А, тут бревно какое-то. Ладненько, друзья. На этом все. Всем огромное спасибо. За просмотр ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И, ребята, спасибо, что написали за этот секрет. Огромное вам спасибо. И пока. Моя коллекция пополнилась.